специализированный и медицинский колледж международного гуманитарного университета также открыл свои двери для абитуриентов 2021 молодежь подала документы на различные современные специальности право фармации психология отельно-ресторанное дело экономика музыкальное искусство как прошел первый день вступления в сюжете моих коллег колледж международного гуманитарного университета открыл свои двери для абитуриентов которые готовы поступать после девятого класса специальности самые разные право фармация психология отельно-ресторанное дело экономика музыкальное искусство руководство вуза напоминает что крайний срок чтобы подать документы в колледж международного гуманитарного университета 30 августа ну а первый этап продлится две недели с 29 июня по 13 июля хочу сакцентировать особое внимание на срок вступительной кампании уже не первый год мы замечаем такую тенденцию что родители и абитуриенты не всегда до конца проинформированы не понимаешь что сроки вступительной кампании как по фаховому молодшему бакалавру также по бакалавру и магистру они очень короткие первый этап основной этап подачи документов после девятого класса в колледже международного гуманитарного университета он с 29 июня по 13 июля это основная сеть но международный гуманитарный университет всегда имеет преимущество и мы хотим сказать всем кто сомневается или не успел или возникли какие-то жизненные ситуации до 30 августа текущего года вы можете подать документы в колледже международного гуманитарного университета ранняя профессиональная подготовка это главное преимущество поступления после девятого класса кроме того молодые люди экономят один год учебу ведь после окончания колледжа они автоматически становятся студентами международного гуманитарного университета и продолжают обучение с третьего курса преимущество колледжа международного гуманитарного университета заключается в следующем что у нас учатся три года в колледже и сразу же на третий курс бакалавра поступают без экзаменов это очень пользуется сегодня спроса плюс в колледже вы знаете что уже два года подряд сдается внешне независимое оценивание. И если мы все с вами видели, что после 11 класса у многих школьников, а это почти 31% не сдали математику, то те, кто учились в колледже, подготавливались в колледже, ходили на курсы подготовки внешне независимого оценивания, их процент порядка 3-4% не сдавших. Абитуриенты поступают в колледж без сертификата внешнего независимого оценивания. Одних требуется лишь ждать два обязательных вступителях экзамена, диктант по украинскому языку, а также тест на выбор из двух предметов. Вступные испыты, обовязковый испыт до вступа до фаха и медичного фаха в колледже есть украинская мова-диктант. Другий испыт есть на выбор из двух предметов, загальноосвитных предметов, это может быть история Украины, математика, або иноземная мова, або, если это специальность дизайн, это творческий конкурс, то, если вы вступаете до медичного фаха в колледже, вы складаете на выбор биологию або химию. 50% практики, 50% теории. Преимуществом обучения в колледжах Международного гуманитарного университета является также то, что студенты начальных курсов могут проходить ознакомительную практику по своей специальности, ведь руководство колледжа систематически заключает договоры с различными базами практик. И уже на первом курсе колледжа, а это фактически дети, которые были бы в 10 классе, они уже идут на практику наравне со студентами бакалавра. Вот наравне, мы не делаем никаких отличий, мы сразу их отправляем на те же базы практик. Для качественной подготовки абитуриентов к вступительным экзаменам на базе Международного гуманитарного университета проходили подготовительные курсы для выпускников 9 классов. Как отмечает руководство колледжа, данные курсы дают возможность познакомиться поближе с будущими преподавателями. Протягом пів року Международного гуманитарного университета проходили подготовительные курсы для абитуриентів, які мали бажання вступити до фактического колледжа. На минулому тижні успішно склали вступні іспити 250 человек, які вже сьогодні вступають до нашого колледжа. Директор Медицинского інститута Международного гуманитарного университета отмечает, що раннія професіональна подготовка фармацевтов і будучих врачей дає качественну базу для дальнішого обучення в стенах уже высшого медицинського учебного заведення. Студент, поступив в колледж, после 9-го класса учит кроме общих предметов, которые бы он учил в школе, изучает и предметы специальностей – вступ до фармации, фармацевтична химия, органична химия, то есть те предметы, которые необходимы ему в дальнейшем для работы как в аптеке, так и для дальнейшего поступления в мединститут. Родители и абитуриенты уверены – колледжи Международного гуманитарного университета – одни из лучших образовательных учреждений, ведь здесь есть соотношение профессионального преподавательского состава, а также современной материально-технической базы. Мы смотрели, много колледжей есть, конечно, но мне кажется, этот более перспективный, такой интересный, тут жизнь студенческая, ну такое движение все, ну и, конечно, перспективно это самое главное. Колледж хороший, что хорошо учат, ну и вот. Ну здесь дисциплина, здесь, во-первых, немаловажно, здесь есть и форма, здесь, как бы, ну так, видно даже визуально, что я, как бы, бывший военный, я в форме, это, значит, дисциплина. Это ресторанно-гостиничный, только я у нас в Одессе, в МБУ. Очень красивый университет. Хочется учиться. Напомню, чтобы подать документы в колледж Международного гуманитарного университета, абитуриент должен иметь при себе заявление, документ о базовом, общем, среднем или полном образовании, шесть фотокарточек 3х4, копию паспорта и идентификационного кода. Продолжение следует...